Время выбрало нас. Во Дворце культуры Арктика прошел вечер, посвященный 33-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. Все тетрализованное представление было построено на воспоминаниях людей, участвовавших в боевых действиях. Далее все подробности. Беззаботное время закончилось. 1979 год, 18 лет, призывной возраст. Советская армия служит два года. 1979 год, военный конфликт в Афганистане между правительственными войсками и оппозицией. По просьбе Демократической Республики в декабре 1979 года в Афганистан Советский Союз вводит свои войска. И вдруг годен для прохождения воинской службы в рядах Советской Армии место прохождения службы Демократическая Республика Афганистан. За 9 лет в ходе военных действий в Афганистане Советская Армия потеряла свыше 14 тысяч солдат. 6 тысяч скончались от ран и болезней. Андрей Явтысый пришел на вечер, чтобы исполнить песни в память о тех, кто навечно остался в боевом строю. Когда я пришел служить в Афганистане я уже не попал. По роду своей деятельности, когда попал в другие горячие точки. Уже когда Советский Союз распознался, по-моему, в годы судьбы на горных коробах. В этот вечер на сцене Дворца культуры Артика звучали песни тех лет. Афганские песни. К слову сказать, песни, сочиненные ребятами еще тогда на войне, быстро распространялись по всему ограниченному контингенту в Афганистане летчиками, которые постоянно перелетали из провинции в провинцию. На родину их привозили уезжающие в отпуск офицеры, увольняющиеся в запас солдаты. В 1988 году после подписания Женевских соглашений начался вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года его территорию покинули последние колонны частей 40-й армии. В стихах песни, завершающие присутствие советского контингента «Мы уходим с Афгана» есть такие строки. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Трое ребят из Вельковисочного, Нижнепеши и Амдермы навсегда остались на той афганской войне. Виктор Аншуков, Семен Шульгин и Иван Пушкашу. Память должна жить. Это очень важно, потому что все-таки мы поднимаем авторитет наших ветеранов, ветеранов нашего округа, чтобы о них говорили, показывали. Мне кажется, на уровне Наринмара это очень мало показывали и говорили об этом. Спасибо, что в этом году они откликнулись и проводят такое мероприятие. И я думаю, что для молодежи это очень полезно. Такие мероприятия очень важно проводить, потому что молодежь нынче очень редко интересуется такими вещами. Сегодня я нес вахту память у обелиска. И в основном были именно те люди, которые воевали. А молодежь только юная армия. И как бы 33 года прошло. Я думаю, что это нужно помнить, нужно знать, особенно молодежи. Обязательно, чтобы наши дети, поколение молодое, чтобы они знали, что это было. Они же вот ту войну еще более-менее показывают, как и что. А про Афганистан были фильмы, конечно, мы смотрели, мало, конечно. Но чтобы они знали, мне кажется, очень много молодежи погибло. Историческая память бесценна. Она не должна умирать с течением времени. Необходимо передавать ее от поколения к поколению. Тогда будет жить страна, будет жить народ. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север.